Ребята, всем привет! Это Андрей Гавриков и это очередные мои видео из поездок. В этот раз это будет поездка по России. Я хочу показать вам Псков и Великий Новгород своими глазами. Вот та самая древняя Русь, те самые города, где остались еще самые древние церкви, самые старые постройки. Вот это вот вся эта часть России. В августе этого года у меня у сына была присяга, он служит во Псковском ВДВ. И, собственно говоря, это был отличный повод, чтобы ознакомиться с архитектурой, культурой этих городов. Взяв жену, тещу и автомобиль, мы отправились на несколько дней в те края. В общем, в этих видео я покажу самые интересные, на мой взгляд, места в Великом Новгороде, в Пскове. Поделюсь своими мыслями, что понравилось. И, собственно говоря, на этом все. Давайте, наверное, стартовать, смотреть видео. Погнали! Стоять! Смирнад! На свои места, шаган! Пар! Не, плохо. Псковский Кремль. Пар! 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 266 по 1299 год. 33 года, то есть ни один из Ковских князей на престоле так долго здесь не находился. Руины Довмонтова города. Довмонд это литовский князь, которого местная Веча выбрала направление после того, как он бежал с Прибалтики, подозреваемый в убийстве местного короля. А Нижний Новгород не хотел, чтобы здесь появился свой менеджер профессиональный, пытался всячески этому помешать, но не спасло это. Был великим полководцем, 9 раз отстоял город. Как-то так. Взяли мы тут сейчас местного гида, парня очень клево и интересно рассказывать. С учетом того, что я недавно прослушал все аудиокниги Акунина про историю государства российского, очень это прямо все в кассу. Мы еще на территорию Крома не попали, мы оказались в таком интересном месте, которое называется Захабов. От слова захватывать или хапать, или охабить, что означает рукав. Захабы... Вот эта вот стена позади меня, захабная. Сейчас здесь идет служба, поет церковный хор в Успенском, а справа слышны крики с рок-концерта. Вот так вот. Вуслана, правда, эта колокола сняты с разных храмов. Это был город? Да ребят, да. Это колокольная? Названивает еще как... Вот так вот. Продолжение следует... Мотопараплан. Так я белой завистью все завидую человеку, который там находится. Такие виды просто великолепно сверху открываются. Смотрите, какой зачетный аппаратец стоит. Церковь, которая включена всемирной, список наследий ЮНЕСКО, церковь Ивана Предтечи. Ориентировочное время по распостройке 1140 год. Одна из главных достопримечательностей Пскова. Ну, помимо Кремля, понятно. Очень обычная архитектура. Я вот таких куполов, честно говоря, не видел. Напротив находится Варламовская башня. Как видите, ее не целиком восстановили, а часть делали из стекла. Очень красиво. Сейчас проплыла лодка и здесь волны. Волны, волны. А вот здесь, справа от нас, сидят господа алкоголики, которые спорят о том, кто кому что, сколько лет там несет, не несет. Все никак не принесет. А это Свято-Преображенский Миржеский монастырь 12 века, в котором есть фрески. Одна из главных достопримечательностей Пскова. Могильные кресты 15 века. Смотрите, какая фантастика. Смотрите, какая фантастика. Просто фантастика. Осколок от снаряда. Время Второй мировой. Смотрите, мумия. Это действующий храм. Очень необычно выглядит. Все справа, если такое типичное здание, то здесь что-то такое южное с деревянными балконами. Особенности храмов вот этих вот древних того времени. Потому что колокольня у них, видите, не отдельной башни, а вот такой пристроечка идет в самом здании. 10 утра. Великий Новгород. А это здание правительства области. Понедельник. Никого нет. Красота. Газон косички приветствует вас. Покровская церковь. Мне нравится особенность этого Кремля. К стенам, к башням пристроена вот не только церковь, еще вот здание. Молодчики. Памятник тысячелетия Руси. Открыт в 1862 году. Вот спустя тысячу лет, как был призван Рюрик направления. Это я называю поистине монументальный памятник. Все цари, император Петр Первый. Софийский кафедральный собор. Самый древний храм на территории России. Дата постройки примерно 1040 год. 1040. То есть через 20 лет этому храму исполнится тысяча лет. Скажу очень классно. В понедельник с утра туристов практически нет. Никого нет. Только начинают собираться какие-то первые группки. Башня с забавным названием Часа Звоня. Посмотрите, какие просто сумасшедшие красивые ворота в храм. Просто фантастика. Идут раскопки археологические. Сыпают, сеивают. Я такое видел в Булгарии древнем. Недалеко от Казани. Треба serie презентация. Истор devo. Субтитры создавал DimaTorzok Такая вот кладка у храма Субтитры создавал DimaTorzok Великий Новгород 1160 Это были Псков и Великий Новгород моими глазами Псков понравился мне очень Как город, как туристическая достопримечательность Тем более Очень много что связывает Мою жену, тещу С Псковом С городами поблизости Когда моя жена была еще Совсем школьницей Ее отец служил Рядом там, недалеко от Пскова Поэтому это все родные, близкие для них места Для них эта поездка была погружение Ностальгия На Великий Новгород, как вы видели Мы потратили совсем немало времени Мы посетили только основную достопримечательность Новгородский Кремль Я видел в интернете, что есть огромное количество Еще интересных мест Которые можно посетить Но задача была такая Вернуться вечером домой И быть не совсем до конца уж убитыми Потому что на следующий день придется идти на работу И приезжая с такими квадратными глазами Уставшими, совершенно никакого желания не было Далее будут видео из моих поездок И ближайшие видео, которые будут на канале Это видео из поездки на Кипр Буквально неделю назад мы вернулись с дочкой и женой из Кипра Мы были в официальной части Кипра Признанной всем миром В южной части, где живут греки-киприоты И также несколько дней мы провели на северной части Которая непризнанным является государством Северной Кипры Ну как непризнанным, оно признанным только Турцией Вот Этими впечатлениями, этими яркими кадрами Там действительно очень красиво Там реально круто Я забегая вперед скажу, что я не ожидал Что на Кипре будет так красиво И так хорошо Я думал, что такой среднестатистический курорт типичный Но, слава богу, я ошибался И Кипр меня действительно поразил местами Ладно, друзья, всем спасибо Пока-пока, до встречи в других видео На связи Субтитры сделал DimaTorzok